Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами отправляемся в Зару. Все любители Зары знают, что там началась большая-большая распродажа, и это прям такой, знаете, праздник для всех шопоголиков, особенно для шопоголиков, которые любят Зару. Я, конечно, не могла это событие пройти мимо него мимо спокойно, я не смогла, и, конечно же, я отправилась в Зару. Сразу скажу, что меня настигло большое разочарование, о котором я расскажу в конце этого видео, просто разочарование, которое, ну, очень неприятное дело. Ну, ничего страшного, не пугайтесь. Я немножко нагнетаю атмосферу, чтобы прогреть интерес к своему видео. Ну, вы понимаете, да, все влогеры должны создавать интригу. Значит, давайте посмотрим, что же у нас есть. Есть очень много кофточек, обуви, пиджаков, не очень много пальто, не очень много платьев, ну, в общем, очень много свитеров, в общем, такая, знаете, сборная солянка, распродажи. И, если честно, то этот магазин довольно большой, там два этажа, я специально туда приехала, потому что хотела, ну, найти чего побольше. Беспорядок страшный стоял в зале, потому что, опять же, я ехала после работы, дело было к вечеру, и уже, так сказать, там, набалаганили люди во всю и по полной, а девчонки-продавщицы убирать не торопятся. Зачем? Все равно все разбросают скоро опять, так что зачем? Но, тем не менее, значит, что у нас, что у нас имеется? У нас имеются кофточки-блузочки по 25-29 долларов примерно, причем, если они стоили по 80-60, то они примерно так вот и упали в цене. Которые стоили 60-25, которые стоили 80-29, но не 100%. Некоторые у них как-то варьируются цены, это не 100% корреляция оригинальной цены к тому, сколько это стоит сейчас, у них как-то это все очень сложные какие-то расчеты. Но, если честно, миллион вот этих блузок, я немножко растерялась, потому что у меня их на самом деле очень много, и я как-то в какой-то момент я перестала их покупать, потому что я поняла, что я их очень мало ношу. Вот эти вот тонкие блузки, такие с длинным рукавом, они как-то не вписываются в нашу погоду, потому что зимой в них холодно, летом в них жарко, межсезонье у нас очень короткое, то есть, в общем, нужен вам прямо очень-очень короткий период времени, когда их можно носить, поэтому много их не надо. Кстати, вот хочу сказать, очень много вещей, рождественско-новогодних осталось, вот этих вот блестящих кофточек и пиджаков, и платьев, с пайетками, с люрексом, как-то их не очень распродали в этом году. Обычно распродают побольше, потому что в этом году уже отменили у нас все партии крисмосные, новогодние, так сказать, празднования тоже отменили, поэтому народ как-то не очень покупал такие вещи, ну вот это вот зеленое с этими пайетками, я прям так, мне она прям понравилась, такая интересная кофта, такая, знаете, необычная, с какими-то такими вельветами или бархатными такими вот внизу, отделкой интересная. Вот это черное тоже ничего, она такого вот хлопчет бумажного кружева сделана, понравилась она мне, но опять же я воздержалась пока, потому что, ну, посмотрим. Короче, обувь, девочки, очень много туфель на высоченных каблуках и разных-разных цветов в ценах примерно от 29-39 и выше долларов. Опять же, такая обувь редко носится и, в общем, как бы стоит у меня тоже в шкафу, особо без дела, поэтому я тоже пропускаю. Зимние сапоги красивые, хорошие, кожаные на вид, но я не нашла на них цену, тоже как бы мне не нужны, ну, просто я вам показываю. Мне вообще ничего не нужно, я пришла на самом деле поснимать, попримерять, может быть, кое-что купить. Кстати, сразу скажу, я кое-что купила, ну, об этом потом, и на самом деле мне как бы не то, что мне что-то надо, я пришла вот себе купить что-то, что мне надо, я пришла в основном поснимать. Один белый сапог, второй не найден, где-то пропал, значит, в недрах магазина. Ну, это обычная история, вот в таких магазинах масс-маркет, когда начинаются распродажи, одна левая туфля стоит, правая где-то валяется, или наоборот, то же самое с сапогами. Много летних босоножек, я немножко всегда растеряна, в смысле, в Заре. Очень много зимой продается вот летней обуви. То есть у них какая-то, знаете, такая система, это вещи остались, в принципе, с осеннего, наверное, конец лета, начало осени, и частично начало зимы. И вот сейчас вот они это все продают, потому что продаются зимние пальто, пуховики, продаются свитера зимние, ну и вот эти вот всякие шлепанцы-босоножки, которые у них появились, собственно говоря, летом-то. Но они не попали в летнюю распродажу, а попадают сейчас в зимнюю распродажу. Поэтому вот очень часто зимой, собственно говоря, перед наступлением весны и лета, в Заре можно купить очень много летней обуви и одежды. Да, вот такие вот шлепанцы. Цена, кстати, на них 39 евро. Но у нас часто попадаются какие-то вещи с ценниками в евро, которые к нам каким-то образом в Канаду попадают. Цену не переклеивают. В общем, ну, короче, вот эти зеленые интересные были с прозрачным каблуком. Такие прикольные. Хотя этот прозрачный каблук уже как-то вышел из моды, но вот видите, здесь все еще продают. И, кстати, неплохие они, симпатичные. Какое-то неимоверное количество пиджаков. Всяких разных цветов, фасонов, качества. Лучше, хуже. Все сейчас они стоят примерно одинаково. Где-то 89-90. А, кстати, я сегодня озвучиваю. В магазине я была пару дней назад. Так вот, за это время цены уже упали. Я посмотрела на их веб-сайте. Вот эти пиджаки все были по 89. Они сейчас по 69 долларов. То есть немножко упали цены. Также упали цены немножко по сравнению с тем, вот, некоторые вещи, которые... Здесь вот я показываю. Уже пальто немножко подешевели у них. Некоторые платья. Ну, в общем, как-то так у них происходит все время. Каждую неделю у них какая-то скидка на что-то. Вот джинсы, например, здесь лежат по 29. А сейчас на веб-сайте они уже по 19. Там уже ничего не осталось. Вообще, хочу вам сказать, что раскупили у нас вообще все очень быстро и очень так резво. Во всяком случае, на веб-сайте открываешь. Там как-то так очень все жиденько. А в магазине такой, знаете, сбор блатных и шайка нищих. Пиджаки, джинсы, все это висит. Все это в куче. Народ это все поперевешивал. В общем, короче, без пол-литра не разберешься. И, ну, даже я как-то, знаете, немножко очумела от этого количества какой-то такой бестолковой одежды, которая висит везде. И такая, и сякая. В общем, полно людей. Ой, девочки, не передать вам. Да, вернемся, значит, к обзору. Пиджаки, пиджаки, пиджаки. Такие, знаете, твидовые, под шанель. Вот эти вот, вот это даже, я бы сказала, немножко пальто. Почти что пальто-пиджак. Необыкновенные красивые пуговицы. Все такие золотые, серебряные, со стразами, какие хотите. Пиджаки под animal print. Пиджаки в клетку. Вот с воротником, без воротника, всех-всех-всех фасонов. Единственное, что они все так по одному, по два. Вот, знаете, вот и все в основном размеры, видите, экстра-смол. Смол, экстра-смол. То есть дамам как бы побольше размером, а в заре я уже такой хороший ларч. Я как бы там вообще очень мало что могла себе найти и, в общем, посмотреть. Вот пальто 129. Сейчас они, по-моему, подешевле уже. Они, по-моему, сейчас стоят по 90 или что-то такое. Тоже пуговики такие, сякие пальто с воротником, без воротника, из ткани шерстяные, белые, голубые, красные, какие хотите. И все такие, знаете, по одному. У меня было такое впечатление, что я нахожусь в секонд-хенде, знаете, где все висит по одному экземпляру. И вещи, вот знаете, такие вот какие-то собранные из разных шкафов, от разных хозяев. Но некоторые вещи были по несколько штук. Вот эти пальто, например. Какая красивая подкладка. Посмотрите, это можно вообще... Потом я, кстати, обнаружила эту подкладку в пиджаках. И до этого я снимала пиджак, там была эта подкладка. Я не обратила внимания, когда уже на монтаже смотрела, я поняла, что у них есть много пальто и пиджаков. Вот с этой вот красивенной подкладкой, которая, в принципе, сама по себе могла быть как платье. Такой расцветки офигенной. Но они ее пустили вот на подкладку. Ну что, креативно. Что тут у нас? А, да, снова пиджаки. И вот как раз про эту подкладку я говорила. Посмотрите, ну я хочу сказать, что пиджаки таких цветов... То есть вообще, вот это такой, знаете, малиново-розовый такой, мадженто. Нет, не мадженто, не помню. В общем, какой-то такой цвет розовый, такой ярко-розовый. Вот этот ярко-оранжевый. Боже мой, какой офигенный цвет. Посмотрите, и подкладка, это, конечно, она делает этот пиджак. К сожалению, когда вы его наденете, ее будет не видно, но когда вы держите это в руках, это так офигенно смотрится. Такой яркий пиджак с такой яркой подкладкой. Ну, в общем, немножко по-попугайстому, но хочу вам сказать, что это так вот бросается в глаза. Куртки-авиаторы под кожу, под мех. Не натуральные, конечно. Тоже они были, по-моему, двух цветов. Черные и коричневые. Коротенькие такие. У меня, кстати, есть такого типа тоже из-за ар-куртка. Я очень-очень редко ношу, очень мало. Потому что, честно сказать, опять же, эта штука на меху, она вроде как теплая и короткая, и не тудыма, и не сюдыма как бы. Сумки в бардаке. Пыталась я поснимать, рассмотреть. Невозможно. Дергаешь одну сумку, все начинает сыпаться, валиться. В общем, девочки, конечно, я прошу прощения за ужасно сумбурную съемку в этот раз. Собственно говоря, я пришла, думала, чуть-чуть поснимаю, а потом пойду в примерочную, отберу какие-то вещи, и там уже померяю, уже нормально вам все покажу, расскажу. Ну, не случилось. Сейчас потом под конец расскажу, почему. И поэтому я уже пошла снимать просто вещи в магазине. Такая была расстроенная. В общем, эх. Да, халат с вышивкой. Халат красивенный, дорогущий. Вышивка по всему халату. Вообще-то считается у них пальто, но, в общем-то, это халат. Вот еще один халат махровый, который тоже висит в разделе пальто, но абсолютно совершенно банный халат. У меня такое впечатление, что это кто-то из Zara Home сдал его в Zara, хотя это у нас не положено. То, что в Zara Home, сдается в Zara Home. Ну, вот он совершенно банный халат. Сапоги под змею. Шикарные вообще, я вам хочу сказать. Очень дорогие. 199. Это они на селе. А так они стоили, по-моему, 400. Каблук небольшой, удобный. Но они очень высокие. Они выше колена. Это такие ботфорты. С моим ростом я так их приложила к себе. Они мне так прям хорошо выше колена. Прям так, знаете, прям сапоги-чулки, можно сказать. Вот. Но они очень красивые. Очень хорошего качества. Очень хорошо сделаны. И очень удобная колодка вот эта у них в Zara. У них прям вот эти каблуки, вот сапоги на этом каблуке, на немаленьком каблуке. У меня есть такие сапоги со старых коллекций. Они просто... В них можно ходить, ходить и ходить. Шикарные. Вот. Но опять я снимаю пиджаки, потому что очень было много пиджаков. И я снимала их, конечно, потому что, ну, вот что есть, то снимаю. Такой пиджак, сякой пиджак. Такие пуговицы, сякие пуговицы. Слушайте, такое изобилие пиджаков. Вообще, как-то в этом году даже что-то больше, чем обычно. Кстати, юбка классная. Знаете, вот на следующий год, на Новый год, если он состоится, будем скрестим пальцы и будем надеяться. Вот сейчас, как раз на распродаже, можно купить вещи на встречу следующего Нового года. Я, кстати, так и делала в прошлом году. У меня есть три или четыре платья, такие в пайетках красивых, короткие, такие, знаете, такие фэнси. Я их купила на распродаже в прошлом году в Заре и где-то долларов за 30, наверное, в надежде, что в этом году я их надену на Новый год. Но не случилось, они у меня висят, ждут своего часа. Еще одни очень красивые сапоги, потрясающего сиреневого цвета. Просто потрясающего сиреневого цвета. Тоже высокие, очень хорошие, удобные, но немножко дороговатые, которые очень подойдут вот к этому платью. Я не помню, я в одном из своих влогов, по-моему, его примеряла, или похоже я примеряла. Мне нравится оно, вот такая расцветка интересная, оно стоит 30 долларов, стоило 80. Вот, кстати, тоже новогодний вариант, на следующий год встречает Новый год. Эти платья у них, знаете, они обычно, вот у меня то, что я купила в прошлом году, похожего фасона. Они очень простые. Просто вот платье, знаете, вот платье-колокольчик, без ничего, абсолютно. Но за счет того, что оно все в пайетках, оно как бы уже нарядное. Кстати, платья в пайетках надо покупать очень аккуратно, потому что они очень прибавляют объем иногда. Зависит от расцветки пайеток и от фасона. В общем, как-то это надо так аккуратненько их примерять и смотреть. Вот. Платьица, платьица, платьица. Коротенькие всякие такие для девочек джинсовые. Я что-то уже такие как-то не ношу, хотя у меня есть... Не, ношу, неправда. Ношу я все, ношу. Но меньше, так скажем. Вот еще одно платье в пайетках. Не такое как-то другое. Это длинное, кстати. Но оно такое толстое, теплое. Вот знаете, как раз на Новый год, если на улице встречать, хорошо. Вообще платьев было не очень много. Вернее так, платьев было много, но таких приличных, солидных платьев, длинных. Вот это красивое, кстати, летнее платье. Это тоже очень красивая расцветка. Я видела его на веб-сайте, так присмотрелась к нему. Тоже с 30 долларов оно стоит. Но опять же, летнее. Сейчас как-то еще пока не хочется покупать летние вещи. Но хотя бы с длинным рукавом, если бы оно было. Оно с коротким. Не знаю. Что-то я как-то не готова еще. Есть у них очень дорогие платья. Вот такие с какой-то вышивкой. Посмотрите, сколько оно стоит. Оно сейчас на сейле стоит 130, по-моему, или 140 долларов. Это у них из какой-то такой коллекции, типа там ручная вышивка. Вот это стоило 160, сейчас оно стоит 90. Уже на распродаже оно стоит 90. Оно все как-то обшито, вышито бисером. Такой, знаете, этнический немножко у него фасон. И очень красивая бисерная такая расшивка. Но, опять же, это такое платье, знаете, спорные фасоны, спорные ткани. Вот это, например, тоже прямо этника-этника. Тоже ужасно дорогое. Но, насколько я понимаю, там, видимо, какая-то ручная вышивка или что. Почему оно столько стоит, не знаю. Но, знаете, своеобразное платье. Не на любой вкус, но вот ценителям как бы подойдет. Вот это я что-то не поняла. Оно тоже дорогое, стоит 90 долларов. Какая-то бахрома, что-то такое, в общем, черные блестки. И, короче, людей было много, девочки. Так было тяжело снимать. Я пыталась, знаете, отойти подальше, чтобы снять в полную величину, ну, как бы в полный размер одежду. Невозможно. У меня толпились люди сзади. А сейчас, знаете, народ не очень доволен, когда люди близко друг к другу подходят. У нас как-то стараются держать дистанцию. И когда я отходила, чтобы снять, на кого-то натыкалась, на меня прямо так, типа, дама, куда вы прете? Вы не видите, что ли, что тут люди? Так, свитера показывает рикотаж. Красивые тоже, много красивых свитеров. Но 40 долларов, 30 долларов они сейчас стоят. Кофточки, кардиганы, прям такие разноцветные всякие. Вот посмотрите, какие сиреневые с оранжевым. Боже мой, какое сочетание. Кто вообще может представить, что такие цвета могут сочетаться между собой? Ну, нам написано 59, но он на распродаже сейчас, я знаю. Он стоит, по-моему, 40 долларов или 30. Это юбка кожаная под змею. Это платье в огромные горохи, тоже дорогое. Я не знаю, оно из какой-то коллекции спешл, там чего-то. И поэтому оно стоит еще довольно дорого. И вообще какое-то оно странное. Мне не очень нравится. Ой, вот это платье, девочки. У них есть пару платьев. Вот это еще одно. Я потом его покажу. По-моему, я его сняла. Не знаю, что в нем такое, но мне оно так нравится. Вот эти полоски, этот шеврон. Оно просто классное. И оно еще довольно дорого стоит. Вот когда я смотрела в магазине, оно стоило 70. Сейчас оно уже стоит 50, но тоже как бы дороговато. Ну, не то, что дороговато. Нет, 50 долларов – это недорого для платья. Но, знаете, я избалована тем, что в Заре всегда можно купить вещь. Вот если немножко подождать, и тебе повезет, то вы можете эту вещь, которая стоила там 120 долларов, например, купить за 20 потом. Или за 30 в конце распродажи. Посмотрите, какой беспорядок. Какой вообще. Все висит на вешенном пиджаке опять какие-то. Я попала. У меня уже от них дурно было. Блестящее платье в пайетках. Еще какие-то платья, в общем. Девчонки, я вам должна сказать, что это был какой-то сумасшедший дом, правда. Там большой магазин, и все это очень, очень… Я не ожидала, потому что у нас, знаете, как в Заре, зависит от того, в каком районе находится магазин. Если магазин находится в хорошем районе, там обычно порядок в магазине, несмотря на распродажу, несмотря ни на что, потому что люди все-таки… Ну, люди такие, которые ходят в этот магазин, они такие люди, которые в магазинах не балаганят, не бросают ничего на пол, стараются все поднимать и как бы не… Ну, в общем, не устраивают беспорядок. А если район не очень, то… Вот, кстати, я прервусь. Вот этот вот жилет с бахромой, его все мерили, все блогеры, все стилисты. Марианна Елисеева его показывала в Инстаграме в своем. Но я чутка как-то не созрела к нему. Вот эти вот… Не знаю, что-то мне вот этот бахрома до колена. Она как-то меня не вдохновляет. Так вот, магазин, когда в плохом районе расположен, то там магазин вообще не зайти во время распродажи в ЗАРУ. Просто потому что там народ вообще творит не весь что. Этот магазин находится в хорошем районе. Ну, более или менее. И я… Хотя приходят все подряд, но как-то все равно у нас как-то локально, знаете. Я удивилась вот этому такому беспорядку невероятному просто… Да, но, может быть, это еще обусловлено тем, что все-таки конец дня, и поэтому так вышло. Очень много свитеров. Видите, вот кардиганы, кардиганы, такие-сякие, с жемчужными пуговицами. Вообще красивые. Вот правда красивые. Но у меня, опять же, у меня много свитеров, у меня много кардиганов. У меня некуда их класть, мне переносить то, что я имею дома, покупать их. А еще, знаете, проблемы? Они ведь очень объемные все, такие толстые-толстые. Вот его складываешь, кладешь на полочку или в комод, и, хоп, весь ящик в комоде занят. И как бы вот помещаются три таких свитера, и, в общем-то говоря, собственно говоря, вот и все. Так, подошла я к сумкам еще тоже. Тоже все это в таком беспорядке, что очень-очень трудно что-то понять, что происходит. Вот эта сумочка вечерняя, тоже еще довольно дорогая. И вот эта серебряная маленькая, тоже довольно дорогая еще. Подождем немножко больше. Собственно, посмотрим. Подождем, посмотрим. Всякие юбки. Причем, знаете, у них нету такого, что вот здесь юбки, здесь пальто, здесь свитера. У них как-то все по всему залу. Вот здесь юбки, и там юбки, и там брюки, и здесь свитера, и здесь, в общем, брюки, кстати, классные. Такие классные в блестках, в пайетках. Супер. Ну и обувь, конечно, всевозможная обувь. И вот разочарование, о котором я вам хотела сказать. Примерочные закрыты. Представьте себе, что примерочные закрыты у них в зале. сейчас, потому что у нас опять какой-то полу-локдаун, полу-непонятно что. Я ходила, ходила по магазину, набрала полные руки вещей, пришла, опа, поцеловала пробой, что называется. Специально, девочки, пошла и сняла вам зара распродажа мужской отдел. Посмотрите на мужской отдел. Посмотрите, как чисто, аккуратно, все развешено, ничего не валяется. Все прямо, прямо глаз радуется, как в хорошем шкафу хорошей хозяйки. Людей мало. Все прямо такой порядок, идеальный порядок. Посмотрите, обувь все стоит, рубашечки висят, люди так отдельно бродят, мальчики вот совершенно так, никто ничего не трогает. Все просто, просто, знаете, вот глаз радуется. И вот так вот должен выглядеть магазин в идеале, неважно распродажа или нет. И тут оба мы выходим в женский отдел, попадаем, и тут все валяется. Какие-то совершенно стоят в вешалке в каком-то полном беспорядке, никакого порядка, какая-то обувь валяется. Прикольные, кстати, босоножки такие с перьями. Обувь, на ней одежда. В общем, посмотрите, ну вы видите, да, я там снимала, в общем, все как бы видно. Так вот, с примерками не получилось, это и было моим самым большим разочарованием, потому что, потому что, потому что, потому что я час бродила по магазину, хотела что-то померить для вас, и, в общем-то, вот так пришла, и полные руки одежды, и ушла. Поэтому вот так. Но я кое-что купила, я не могу сказать, что я ушла с пустыми руками, об этом я вам обязательно расскажу в каком-нибудь своем видео, я сниму видео с моими покупками. А на сегодня все, люблю, целую, с вами была ваша Дита. Люблю, целую, увидимся в следующем видео. Пока-пока, бай!